С наступлением холодного времени года возрастает вероятность возникновения заболеваний, характеризующихся так называемыми катаральными явлениями. Они сопровождаются неприятным жидким насморком, который достаточно сложно остановить. Кроме того, что закладывает нос, также начинает першить горло. Серьезные опасности для здоровья сами по себе данные симптомы не несут, тем не менее работоспособность человека в это время стремится к нулю. Энтон Пепеп. Такую же опасность несет в себе и период летних высоких температур воздуха. Расположившись под интенсивно работающим кондиционером после полуденного зноя или выпив переохлажденную жидкость для утоления жажды, большинство людей гарантированно получают проблемы. С горлом? Естественным желанием в таких случаях является скорейшее избавление от неприятных симптомов и возвращение работоспособного состояния. Кроме приема, предписанных вашим врачом лекарственных препаратов, важно также и местное воздействие. На помощь приходят бабушкины методы – ингаляции под одеялом парами отваров трав, заваренных в чайнике, или аналогичные процедуры над разломанным свежесваренным в кожуре картофелем. Однако риск получить ожог верхних дыхательных путей при малейшем отклонении от заданных технологических параметров данных процедур зачастую больше, чем шансы на скорейшее выздоровление. Кроме того, очевидна недоступность этих методов в походных условиях, на отдыхе или в командировке. И здесь на помощь приходят достижения современной медицины, препараты, которые помогают буквально вставать на ноги. К ним относится лекарственное средство Мирамистин. Препарат универсальный, обладающий минимальными побочными эффектами, при этом чрезвычайно эффективный. Перед тем, как рассмотреть вопросы применения препарата, необходимо отметить, что он выпускается во флаконах по 50 и 150 мл. Желательно, чтобы в упаковке присутствовала насадка-распылитель, которая значительно упрощает использование препарата. Достаточно направить распылитель в рот и нажать на распылительный насос. Если распылителя нет, вам нужно будет полоскать препаратом полости рта традиционным способом. Рассмотрим оба способа использования Мирамистина более подробно. При наличии распылителя, запрокиньте голову вверх. Произнесите протяжное ААААААА. Озвучено Яндекс.Спичкит. Введите распылитель в полость рта наполовину и 3-4 раза нажмите на распылительный рычаг кнопку. Процедуру необходимо повторять с периодичностью 3-4 раза в день. Как полоскать горло Мирамистином без распылителя, если распылитель отсутствует, то подготовьтесь с обычному полосканию. Для этого отмельте 10-15 мл. Препарата, что примерно соответствует половине столовой ложки для первых блюд. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Для детей применять Мирамистин можно с 3-х лет. Возможно разведение препарата кипяченой водой в отношении 1-1. Для полоскания выполните следующие шаги. Вспомните произношение французского R и попробуйте немного прокортавить. Если это у вас получилось, наберите из мелкой тары препарат в рот, запрокиньте голову вверх и начните упражнение французского произношения, медленно выдыхая воздух из горла. Окончание процедуры вам подскажет изменение консистенции жидкости. Когда она вспенится до такого состояния, что заполнит практически всю полость рта, сеанс можно считать законченным. Выплюньте содержимое и старайтесь в течение получаса не есть и не пить. Последняя рекомендация – справедливые способы применения Мирамистина с распылителем. Задача с ребенком может усложниться, если он до этого ни разу не проводил процедуру полоскания. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Надо предварительно прорепетировать с ним в игре, попросив порычать, как тигр или лев, показав на личном примере, как это надо делать. Когда у вашего малыша все начнет получаться, можно приступать уже к процедуре. Единственное, что можно добавить, что кроме разведения препарата, можно разделить объем жидкости на два следующих друг за другом полоскания. Дополнительно в промежутках между использованием Мирамистина, можно проводить полоскание горла теплым раствором соли, несколько пересоленным по ощущениям, и пищевой содой 1,5 чайной ложки на стакан. Это ускорит процесс выздоровления. Не болейте и будьте здоровы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.